МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Главный Ромео нашей страны, певец и актёр Эд Шульжевский, не раздумывая, согласился принять участие в программе Мой гараж. Сегодня в программе Мой гараж я покажу вам свой гараж. Он с детства любит машины и всё, что с ними связано. На сегодняшний день я заружу вам, как рыба в воде. Сыграв Ромео в нашумевшем мюзикле Ромео и Джульетта, блеснув в Нотр-Даме де Пари, Эд Шульжевский получил известность, признание и задумался о том, что пора обустраивать свою повседневную жизнь. Поэтому, когда я переехал жить в Москву и поселился в общежитии, и пришлось ездить на метро очень много, на общественном транспорте, меня это немножечко раздражало, потому что, ну, я честно признаюсь, метро я не люблю. И начал с гаража, который арендовал для своего автомобиля в одном из районов Москвы. Я гараж арендую, я его снимаю порядка трёх лет. Атмосфера тоже своеобразная в этом гараже. Я, когда искал себе гараж, выбирал, исходя из того, что там будет внутри, какой это будет гараж. Мне не хотелось ничего мега современного, там, модного, потому что перед глазами стоял гараж моего папы, вот, который был у нас в Краснодаре, когда я был маленьким. То есть это когда заходишь, там можно где-то чем-то обо что-то зацепиться, потому что там куча барахла, но в итоге это барахло очень нужное, и это барахло безумно тебе дорого. Я с детства очень люблю автомобили. Отец меня учил прям с ранних лет вождению. Дедушка ещё, царство небесное мой, тоже учил меня вождению. У них были копейки, жигули. Мы постоянно на них ездили и постоянно их чинили. Ну, вот, собственно, и мой гараж. Сейчас я вас сюда заведу и проведу экскурсию. Здесь интересно на самом деле. Такая, видите, винтажная дверь, а такой только мечтают все. Кроме того, сами ворота в гараже, они изнутри тоже вагонкой отбиты. А ещё в этих воротах есть дверь. Помимо самих ворот, у них ещё есть дверь. Милости прошу! И вот, когда ворота закрыты, дверь приоткрыта, и идёт и свет, и свет включён внутри. И вот это вот ощущение, что и ворота изнутри вагонка, и внутри все стены вагонка, и ещё и пол деревянный. И вот ты сидишь как в бане. Красота! Вот он какой гараж. Ну, всё начинается со света. Вот он здесь у меня включается. Вообще тумблер, вот весь автомат связанный с электричеством. Здесь и тройнички, здесь и вот ещё одна розетка. Подключается тостер. Когда я в гараже задерживаюсь, что тут ввожусь, убираю, что-то делаю. Если голоден, вот здесь можно запечь какой-то хлеб, делать какие-то греночки. Тут же холодильник, друзья! Тут же есть холодильник. Там квас, там он тоже хлеб у меня лежит. Ещё у меня в гараже есть одна такая потрясающая вещь, как бочоночек, и внизу рюмочки. Вот, мне подарили эту штуку. Ну, дома её применить невозможно. Как-то куда её там поставишь? Это бочонок. Мне его подарили, я его сам крепил здесь. Очень забавно, когда мы приезжаем с друзьями, заходим в гараж. Ну, вы сами понимаете, иногда и коньячок сюда наливается. Такое тоже бывает. Вот. Свет здесь такой приглушённый. Его вполне достаточно. Лампы дневного света. Очень тёплая атмосфера создаётся за счёт освещения. В этом месте включается. И вот там ещё в конце есть розетка. Тоже включается свет. Это флаг России. Он здесь тоже висит с недавних пор. Как-то я выступал на Поклонной горе. День Победы был. И там раздавали флажки вот такие. Вот такие. Россия. Россия. Я его привёз, вытащил из машины. Теперь он у меня здесь, в гараже, висит. Ну, вот так вот. Пойдёмте дальше. Этот гараж я снимаю порядка трёх лет. Цена изначально была в районе 100 долларов. Ну, 3000 рублей я платил. Но у нас инфляция в стране, поэтому цены растут. Сейчас, в данный момент, я плачу 5000 рублей в месяц. Это, конечно, немало. Ну, с одной стороны, немного, но когда это каждый месяц, а месяц пробегает молниеносно. И нужно каждый раз на пятёрочке выкладывать. Несмотря на то, что актёр Шульжевский стал обладателем гаража совсем недавно, он очень быстро и умело обустроил его территорию. Заранее продумал всё до мелочей. Здесь у меня вода. Много воды в пятилитровках. Здесь нет скважины. Вот, и рядом нет скважин. Поэтому воду я привожу в багажнике, в машине. Сразу загружаю. И она здесь стоит, потому что всё время пригождается что-то помыть, что-то там, не знаю, руки ополоснуть. Здесь канистры, в которых разные жидкости. Ну, вот это, например, вода. Это я точно помню. Тоже вода. Вот. А здесь вот тасол, насколько я помню. Здесь есть и солярка, кстати, потому что там есть печка. Сейчас покажу. Потом, 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 потом вот та самая вагонка. Та самая вагонка, которой обит гараж. 15 лет этой вагонке уже. Но она очень хорошо сохранилась и придает какую-то атмосферу такую теплую очень гаражу. Здесь, кстати, вот еще у меня есть решеточка, на которой я жарю шашлычок. Мангальчик стоит перед гаражом. Тоже это как-то так романтика в этом есть. Правда, пожарить шашлычок вот здесь вот в гараже. Что же касается своего гаража, конечно, есть мысли о том, чтобы купить. Ну, чтобы было свое, как говорят. Любят же люди наши. Все, чтобы свое было. Ну, дело в том, что есть квартира в определенном месте. И в Москве очень тяжело купить гараж прямо рядом с квартирой. Хотелось бы, чтобы это все-таки было в шаговой доступности. Поэтому вот сейчас снимаю, когда куплю себе новую квартиру с подземным, может быть, паркингом, у меня будет подземный гараж. А это самое необычное, что есть у меня в гараже. Это раритетная штука. Это печь из военной машины. Она установлена здесь хозяином. Вот, мне она очень нравится. Работает на солярке. Сюда солярка залита. Кстати, зимой вот 26 градусов тепла при минус 20, при минус 30 вообще легко. Здесь непосредственно сам блок управления. Вот здесь и вот здесь. Тут, соответственно, мы включаем. Здесь разогрев свечи, начинается вот эту штучку. Мы поворачиваем, держим, пока здесь не загорится все яркой лампочкой. Раз. И все. Процесс пошел. Выхлоп. Все это поступает соляр. Да, там. Циркулирует. Выхлоп выходит здесь сюда. Здесь есть дырка с этой стороны. Вот. А здесь, вот в этой части, находится вентилятор и большая спираль. И когда это все разогревается, включается этот вентилятор, начинает разгонять тепло. И труба идет вот вдоль всей стены и заворачивает аж на ту стену. Вот такую вещь, ну, я не знаю. Я больше нигде не встречал. Это история. Это раритет такой, что эта штука просто не имеет цены. Сюда в бак заливается солярка. Она сейчас, кстати, там есть, просто не полный бак. И, в общем-то, никакого запаха, ничего в гараже нет, потому что очень хорошо работает система вытяжки, вентиляции. Все это уходит сразу на улицу, наружу. И здесь Ташкент. В гараже зимой тепло. Машинка в уюте. И тебе здесь хорошо тоже, когда ты ее загоняешь. Эд Шульжевский идет по жизни так же, как и водит машину. Уверенно и аккуратно. Кстати, костюм в машине красноречиво говорит о занятости и востребованности артиста. Вообще автомобиль для меня это, ну, как вторая квартира, правда. Потому что в ритме Москвы не всегда получается вернуться домой в какую-то паузу, чтобы что-то взять. Поэтому я всегда продумываю с вечера, что мне нужно будет на завтра. Вот если вы сейчас камеру переведете на заднее сидение, там, допустим, висит костюм. А он мне сегодня понадобится вечером, потому что у меня мероприятие, выступление. В багажнике различные кофты на случай, если будет холодная погода, ну, резко может похолодать. Инструмент, конечно, подкачать колеса, домкраты, различные ключи, которые необходимы в случае чего. То есть какие-то мелочи, которые случаются в машине, какие-то поломки или что-то такое по мелочи, я могу устранить сам. У меня на это мозгов хватает. Всегда у меня стоит кофе, честно скажу, я очень люблю кофе. Я всегда с утра себе варю термос. Это кофе с молоком, с сахаром обязательно. Что такое гараж для мужчины? Для мужчины это очень много, потому что мужчина там находит некую отдушину. Там все его вещи, самые любимые для него вещи. Помимо автомобиля, там масса всего, инструмент, какие-то чемоданы, сумки. В общем, все то, что не дают хранить в квартире, мужчина тащит к себе в гараж. В гараже Шульжевского хранится старенький магнитофон со студенческих времен. Он напоминает ему о годах беззаботной жизни, музыкальных посиделках и о простой еде. Там есть бумбокс, магнитофончик такой. Ему уже лет и гей, лет 15, наверное, очень много. В общежитии, в комнате стоял, на столе приходили ребята, с которыми мы жили. Ну да, были и танцы, были и обжиманцы, все было. Мама говорит, я начал петь раньше, чем говорить. Вот была песня, извините, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Помните, да, такую песню? Не умел говорить точнее, но я уже напевал эту мелодию. А потом как-то все само собой было. У меня же артистическая семья, у меня песни, пляски, ну не то, что пляски, но песни под гармошку, под гитару дома. Это каждый выходной. Друзья родительские приходят, собираются. И кубанские песни, и русский романс. Ну, конечно, потом я полюбил русскую поп-музыку, потом я полюбил зарубежную поп-музыку. Я как-то начал в ту сторону больше рулить. Деревянные стены, пол и потолок гаража сохраняют тепло и создают ощущение, небольшого загородного дома. Хотя сам гараж находится в черте города. Одна из стен иногда служит его хозяину записной книжкой. Внушительное количество нужных телефонов всегда под рукой. На стене очень много записей в моем гараже. То есть, бывает, находишься там какое-то длительное время, возишься, убираешь, и очень много звонков. Вот чтобы записать какую-то информацию, берешь карандашик, и на стене все это записываешь. Да, чиркаешь, чиркаешь, а потом с годами, ну, за эти три года, уже накопилось там очень много всякой информации. Это как записная книжка. То есть, иногда в телефоне какой-то номер не находишь. Телефон и думаешь, надо сходить в гараж посмотреть. Там на стене должно быть записано. Гараж поражает своей аккуратностью и массой любопытных вещей, которыми артист Эд Жульжевский успел обзавестись в Москве. Здесь и походный телевизор, и коньки, и чемодан для дальних гастролей. Там чемодан есть у меня, который редко я использую, но слишком большой. Когда какие-то такие длинные командировки, поездки, гастроли, нужен большой чемодан, я беру его с собой. А это вообще штука просто невероятная. Походный телевизор – это такая редкая штука, я думаю, мало у кого есть. Очень люблю брать его в какие-то поездки такие. А когда ты в спальном мешке с палатками, кормишь комаров, тогда тебе нужен телевизор. У папы был гараж, жили мы в Краснодаре. У него был металлический гараж обычный, который мы каждый год, кстати, красили. Он был зеленого цвета, за год краска облуплялась, мы все это сдирали, шкурили и красили по новой. Он был прямо возле дома. И в папином гараже всегда все было, ну так скажем, по полочкам, всегда порядок, но всегда всего очень много. Я порой говорил, как мы сюда будем загонять машину. И машину в этот гараж мог загонять только я и отец, потому что мы филигранно владели автомобилем. Портфель очень старый, тоже припылился. Это мой портфель еще со времен студенчества. С ним я бегал. И это была, кстати, очень модная штука. Ну то есть такой я был, деловой человек. В пиджаке с портфелем, с черным. Настоящий кожзам. Что касается поступления в театральный вуз, в ГИТИС, то Портуна улыбнулась. Я поступил не только с первого раза, я поступил еще и на второй курс сразу. Яким Георгиевич Шароев делал добор. Он очень многих отчислил с первого курса за профнепригодность. Ему нужно было добрать курс. Он взял аж 8 человек сразу на второй курс. Но с учетом, что мы сдадим все, весь первый курс мы досдадим. В нем какие-то конспекты были, какие-то сценарии. В основном это распечатки пьес. Островский, Чехов, вся классика, которую мы ставили. В Нотр-Дам попал с помощью кастинга элементарно. Туда больше никак нельзя было попасть. Проходили кастинг все. Даже кто на тот момент был уже достаточно известным артистом, все проходили кастинг. Я пришел, у меня была анкета с номером 666. Маркером было написано на листике А4. 666, крупно очень. Заполнил всю эту анкету, зашел. Действительно все сказали, ой, чертенок пришел с номером 666. И как-то так все это прошло играючи. Я сразу прошел во второй тур. Со второго тура уже было посложнее пройти в третий, потому что я уже осознал, куда я иду. Я начал нервничать. Ну не знаю, много тут всякой всячины. Зонт. Иногда идет дождь, элементарно закрыть ворота, добежать до машины или добежать до дома, когда ты машину поставил уже в гараж. Вот электропила, например, но это не моя, это хозяина, у которого я снимаю этот гараж. Потом там коньки у меня есть. А вот это, друзья, это вообще, это коньки. Это коньки. Знаете, в чем парадокс? Что мне на сегодняшний день 31 год, а на коньки я встал только два года назад. Вот они. Это настоящая ценность для меня. Правда, не часто, к сожалению, удается мне выбраться на каток. Так вот, два года назад начал кататься и делал это с такой осторожностью, потому что давалось мне очень тяжело. Я же вырос на Кубани, там постоянно тепло. Там, по сути, никто не знал, что такое зима настоящая такая, суровая. А здесь меня, друзья, вытащили на каток. Я сначала за бортик держался, как-то пытался научиться, а сейчас уже так неплохо. Даже уже задним ходом учусь ездить. Получается. Уникальное знамя в моем гараже с изображением генерала армии, генерал ВДВ, Василий Маргелов. Мне рассказывали, что это просто человек-легенда, человек, который очень много сделал. В ВДВ-шных кругах называют батькой. Батя. Ну, меня вообще вся эта история очень интересует. И история страны. И так случается, что сейчас я очень много посещаю северокавказский регион. Был в Грозном, в Ханкале. Вот сейчас в Беслане мы были. И мы там выступаем именно для военнослужащих. Мы понимаем, что они выполняют огромную миссию. И артисты, на самом деле, тоже большую миссию выполняют, когда туда приезжают. Поэтому, ну, надо все это чтить. Вот у меня такая что-то здесь висит. Вот, идем дальше. Что еще? Лопата. Лопата. Это лопата зимняя чисто штука. Дело в том, что зимой снега много. И чтобы открыть ворота, конечно, без лопаты никак не обойтись. Разгребаю снег. Кстати, вот единственная вещь, которая мне очень... Как это сказать слово-то подобрать? В общем, не люблю я снег разгребать. Вот, зимой я чаще машину бросаю вот так вот наобум, к сожалению, потому что мне лень расчищать снег. А сейчас летом, конечно, сказка. Но лопата вещь необходимая. Тут очень много полок в гараже. Тоже из дерева сделаны, но конструкция металлическая. Очень прочная. То есть, понимаете, часто в гаражах там все такое хлюпенькое. А здесь прям все сделано на совесть. Здесь наверху вот верхняя полка. Это в коробке елка. Здесь искусственная. Собираю на Новый год. Ну, кстати, не каждый год. Она у меня уже года два лежит. Честно говоря, последний Новый год живую покупал елку. Глаза разбегаются. О чем еще тут рассказать? Ну, например, колеса. Ну, колеса – это, наверное, атрибут любого гаража, не только автомобиль. Все, наверное, автолюбители хранят резину зимнюю в гараже, а зимой и летнюю тоже в гараже. Еще в моем гараже есть верстак. Это не моя вещь, признаюсь честно. Это вещь хозяина, но он мне позволяет пользоваться всем этим, если мне пригождается. Это тиски. Тиски, кстати, как у моего деда были в деревне. Огромные, большие. Зажимают все на раз. Можно все, что угодно зажать, не знаю, там. Да, эту же гайку возьмем. Работают. Боюсь сейчас погнуть, потому что эта гаечка нужная. Вообще, суть в том, что зажимаешь, и можно пилить, рубить, делать все, что угодно. А это пресс от хозяина. Вот, стоит здесь. Он мне безумно нравится, потому что он такой массивный. Какая-то в нем есть мощь. Но, честно говоря, он мне ни разу еще не пригождался. Может быть, когда-нибудь пригодится. Да, ножи собираешь дома, которые затупились. Здесь приносишь, там точило. Все это делаешь, эти искры летят. Все это тоже здорово. Это, опять-таки, воспоминания из детства. Это точило. Я всегда беру ножи дома и здесь их точу. Вот. Это такая штука. Кстати, штука очень опасная, но если ее умело пользуешься, то результат просто отличный. Вот, кстати, уже он как лезвие. Эд Шульжевский никогда не забывает, чему его учил отец в детстве. Заслуженный артист Кубани Иван Шульжевский любил повторять маленькому Эду, что мужчина должен уметь делать все. И оказался прав. Сегодня у Эда не только золотой голос, но и золотые руки. Кроме того, очень много на стенах различных крючков, креплений для инструмента. Инструмент мой в гараже. Отвертки, плоскогубцы, молотки. Ну, в общем, все, что может пригодиться. Это я уже там развесил. А здесь, друзья, множество различных таких креплений под инструмент. Инструмент здесь весь мой. Молотки, отвертки, плоскогубцы. В общем, все, что может помелочить. Тут, кстати, очень много шестиграничков еще различных. Потому что это пригождается, например, скрутить какие-то ящички. Нужны шестигранички. Вот, отверточки. Соответственно, все здесь тоже есть. И крестовые, и обычные. Так что, вот, в общем-то, этот угол в гараже это самая такая рабочая зона. Потому что здесь вот есть какое-то небольшое рабочее пространство. Что-то постучать, не боишься ничего поцарапать. Здесь все прям изумительно сделано. Тут же вешалка. Тут же одежда, которую не жалко, если ты что-то делаешь. Ее можно надеть, не бояться выпачкать. Это все здесь сосредоточено. Короче, в этом гараже, на самом деле, все под рукой. Здесь все идеально сделано для того, чтобы чувствовать себя комфортно. И, кстати, заниматься творчеством. Потому что творчество – это не только стихи и песни. Творчество – это еще некий... Например, когда ты что-то чинишь, я считаю, это тоже творчество. Я, например, от этого получаю дикое удовольствие. Те же часики наручные починить. Часто ремешки ломаются. Такая ювелирная мелкая работа, но которую позволяет сделать этот гараж. Вот за этим столом. Несмотря на то, что профессия у меня, которая не располагает к тому, чтобы что-то делать, так скажем, пилить или резать, или чинить. Тем не менее, я очень люблю этим заниматься. Не смотрите, что я в красной футболке. В общем-то, я ее снимаю. И в обычной своей рабочей рубашке что-то делаю, какую-то достаточно пыльную работу. Мне это приносит удовольствие. Дело в том, что в эти моменты отдыхаешь. Мозг отключается, все вопросы, которые тебя волнуют, уходят на второй план. И ты сосредоточен на том, например, чтобы починить часы наручные. Ну, какие-то там ремешки у меня, бывает, ломаются. Я просто люблю часы, я их коллекционирую, и периодически у меня что-то ломается вот так по мелочи. Когда ты там сидишь, все это вот за столом. Вот, кстати, часы моего друга, они не шли. Он мне их отдал. Элементарно их надо было разобрать, открыть крышку. Со временем пыли очень много попадает в часы. Просто механизм отказывался идти. Ничего не делал. Просто разобрал, прочистил, собрал. И у него здесь отходили шурупики, то есть браслет постоянно выпадал. У него был тут браслет, я ему ремень кожаный поставил. Чинишь, ну, это какая-то разрядка такая. Получаешь, что это во удовольствие. В гараже вентиляция изумительная. Все, конечно, старенькое уже, но все работает потрясающе. Ну что ж, друзья, а это вот вентилятор, ну, это вытяжка. Это вытяжка. Она очень древняя, старая, но она работает очень хорошо. Сейчас жарко, лето, а вот с помощью этой штуки устанавливается хороший такой климат в гараже. То есть прохладненько. Хорошо на самом деле все работает. Сейчас я, кстати, покажу, как это работает. Дребезжит, но классно. Во! Звук, конечно, звук, конечно, такой настораживающий. Но это все работает. Когда летом жара, в гараже прохладно. Когда включаю мою чудо-печку, на улице минус 30, в гараже тепло. Деревянные стены, пол и потолок гаража сохраняют тепло и создают ощущение небольшого загородного дома. Хотя сам гараж находится в черте города. Гараж я выбирал очень долго, но этот гараж был особенным по атмосфере. Он невероятный. Во-первых, вагонка это что-то такое из детства. Он обшит вагонкой. Пол деревянный. Гараж теплый. Очень теплый. Двери снаружи, они добротные. Там очень хорошие замки. Там очень хорошие эти все зажимы, которые должны быть в гараже. В общем, как за каменной стеной машина там стоит. Потолок, кстати. Потолок тоже обшит вагонкой. Что тоже необычно. То есть весь гараж обшит вагонкой. Видите? Уютно очень. Очень тепло. Дерево все-таки в такую теплую атмосферу создает. Кроме того, здесь ведь пол еще деревянный. В этом гараже. И это вообще круто. А это, друзья, это вообще штука, которая у меня уже сто лет. Я ездил на этом мотике, пока у меня еще машины даже не было. Он же такой старенький, очень пожилой. очень пожилой мой друг. Это, можно сказать, юность, молодость. Но он здоровский. Он до сих пор на ходу. Хотя в последнее время по большей части он стоит припаркованный. Я очень часто уезжаю на гастроли и машину туда ставлю. Признаюсь честно, так бросаю под домом иногда машину. Когда вот приехал поздно вечером, не всегда гоню в гараж. Но так как часто и в гастроли, поэтому я спокоен всегда. Там есть охранник, там хорошие эти ворота. и когда мои друзья приходят ко мне, мы часто захаживаем в этот гараж. Ну что ж, друзья, с вами был я, актер, певец Эр Шульжевский. Вы сегодня побывали у меня в гараже. Я надеюсь, вам понравилось. Желаю вам всем любви, здоровья вам вашим близким и, конечно же, на дорогах удачи и безопасной езды. Редактор субтитров А.Семкин